МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К рыбе на хромой казе не подъедешь. Нужен талант, вдохновение, удочка и поплевать на червяка. Не каждый из рыбаков готов поделиться секретом. Ой, да у меня никаких секретов нету. Слотки ловили, вот такие махонькие, такие, такие, по-моему, больше маленькие, больше нет. А сегодня на что ловите? Ой, на червяков хорошеньких мне дали, подружка дала. Все, уходите, а то мне серьезно работать надо. Надо, чтобы не было вот этого крючка видно. На шестой Республиканский рыболовный фестиваль для инвалидов заявилось более трехсот участников. В других регионах таких фестивалей нет. Так, чтобы для всех колясочников, инвалидов с детьми и детей-инвалидов. Почти половина рыбаков из прекрасного пола. И идея самого фестиваля тоже принадлежит женщине. Я очень люблю рыбачить на леща. Когда рябина цветет, лещ идет на нерест целыми стаями. И там его поймать совершенно нетрудно. Но когда эти, я их называю, лапти, ловишь друг за другом, вытягиваешь, там совершенно забываешь, что ты на коляске. Совершенно забываешь, что у тебя нерабочие ноги. Совершенно забываешь, что где у тебя болит. Ты уходишь в этот азарт, в процесс. Светлана Поморцева начинала рыбачить с подружками, потом подтянулись другие колясочники. Сейчас она главный человек на рыболовном фестивале. Несколько сотен ее единомышленников, кто в первый раз, кто профессионально, прикармливают и ловят, и штурмуют природные барьеры, кочки, пни и песок. Это тоже часть реабилитации, после которой и городские ландшафты кажутся вполне по плечу. Ворчали и будут ворчать, и у меня такое бывает. Просто надо адаптироваться, ребята, во всей естественной среде. Потому что только через эти сложности ты понимаешь, что ты такой же полноценный человек, как ты был. Это как будто одна страница жизни закрывается, и должна открыться вторая. Но вторая она не открывается, потому что человек не знает, как надо, потому что, ну, это даже необъяснимо. Это вот человек жил, ходил, все. А тут вот, например, если спинальник, как я, да, руки рабочие, полтела нету, да, надо физически привыкнуть. Потом надо привыкнуть к этому обществу, чтобы тебя воспринимали так, чтобы тебя не жалели. С момента той автомобильной аварии прошло 19 лет. Ровно половину этого срока она не могла принять и привыкнуть, что сейчас так и будет навсегда. С мужем, который тогда был за рулем, отношения скоро разладились. Своих детей не было, но на руках остались трое малолетних племянниц, которых надо было ставить на ноги. Вера, надежда и любовь. Спас ее тогда и не пожалел отец. Он очень сильный человек, в том плане, когда вот я поломалась, он с первых дней у меня все бежит, гниет. У меня пролежь не было, 27 килограмм весом. А он меня гонял, вот он корову подоет, занесет молоко. Вставай, могу я, не могу я. Я должна просцедить, сварить творог, сыр, разложить все по стаканчику масла, взбить масло, разложить по стаканчикам. Он едет в огороды, продает вот это все. Себя не жалеть – главное для нее правило. Тогда и другие жалеть не будут. Свой дом, огород и бесконечные заботы. То веников навязать, то полить, убрать урожай, законсервировать. Когда уж тут думать об инвалидности. Младший из племянниц Любаши сейчас подрабатывает в деревенской столовой. Средняя пять лет назад родила Светлане внука. Мне очень хотелось, чтобы этот ребенок был, честно говоря. А потом, когда он родился, у меня, в общем, как будто мне Бог дал 10-ти кратную силу. Он родился у меня только-только. Вот я сделала сразу канализацию. Не для себя. Мне это надо было для себя делать, эти условия. А у меня срабатывает, что надо было ребенку. Да, а потом, когда это уже сделано, вот это, думаю, боже, как это так все получилось. Мама, это что такое? Где? Это там небольшой микроб. На кабачок попал, потом мы его помоем. На свою первую рыбалку Ромка попал, когда еще и ходить не умел. Для Света это тоже был любимый. Ее первый республиканский рыболовный фестиваль. Колясочники не верили поначалу, что это все для них. Удочки, снасти, рыбалка, общение. Все, как в той жизни. С каждым годом фестиваль обрастал новыми подробностями. Ехать 8 часов – это первая моя такая длинная дорога. Я не знала, что мы вообще, в принципе, доедем. Нас встретили просто с распростертыми объятиями. Это первый такой прием, наверное, в всю нашу историю, где мы только не бывали. Спасибо большое Светлане, которая вот просто… Мы так устали с дороги. И вот этот такой радужный прием. И у нас вся усталость просто прошла сразу же. На первый всероссийский фестиваль по рыбной ловле приехали колясочники из Кунгура и Башкирии, Коми и Татарстана. Почти 250 участников. Кто сам за рулем, кто на самолете. Москвичи, как положено, победили в номинации «Самые современные рыбаки». Вон какие снасти. Личный рекорд Ивана Зарецкого – карп 8,5 килограммов. Но на этот раз не повезло. Москва рыбу поймали? Нет, зачем? Мы не на рыбалку приехали. Не на рыбалку? Как это не на рыбалку? Мы вообще ловим такой килограмм-полтора, и у нас остатка такая же. Мы думаем, на большую речку приедем тоже большую будем ловить. А тут, видите, маленькую. Мы не готовы. Мы будем завтра готовы. Сейчас это не столько рыбалка. Не так важно, кто сколько поймал. Сюда едут за общением, эмоциями и за счастьем. Червяк у всех одинаковый. Но везет, как водится, новичкам. Мало кто ездит в колясочнике на соревнованиях. Но улицы появляются, а на соревнованиях нет транспорта специального. Я очень хорошо и очень часто езжу на общественном транспорте. Я даже езжу на попутных машинах. И я не считаю, что это совсем плохо или мне это очень тяжело. Нет, это совершенно не тяжело. Я сейчас ездила в комбарку на районный фестиваль. Автостопом. Автостопом. Довольная, счастливая. У меня все получилось. 260 километров на перекладных. Автобус и 4 машины. Больше трудностей, больше уверенности в себе. Но все это не сразу. В 90-е она продала все золото и купила свою первую инвалидную коляску. Она вспоминает, как уже от отчаяния отправилась в свое первое путешествие. Самолетом в санаторий Пятигорска. И как ей отказали в лечении. Настолько безнадежны у нее были анализы. Я для себя за 8 лет казалась, что я нормальная. А для человека, врача, я, наверное, там была на самом деле синяя, вдохлая курица. И вот тогда у меня появился свой характер, который у меня был. Своё я, я сказала, я прямо в глаза, я никуда не уеду, пока вы меня не научите жить на коляске. Пусть я не пройду лечение, которое нужно там, но я буду общаться с такими же людьми и я буду учиться жить. Я была, я говорю, как натуральная Фрося Бурлакова. У меня, я вообще не знала, что инвалиды носят обувь. У меня были ноги вот так скрученные, я их привязывала к коляске, потому что была страшная конструктура. Я начала учиться с того, что вот когда я съездила в Пятигорск, первый раз, да, съездила в Пятигорск, и посмотрела, что там люди на коляске, их 200 человек, у них маникюр, у них каблуки, и они красиво выглядят, у них кроме, кроме того, что ноги, как у меня, да, у них ещё и руки нерабочие. Я даже не знала, что такие есть люди шейники, у них нерабочие руки, и они хорошо выглядят. Я жила в комнате с девочками из Краснодарского края, они бывшие спортсменки. У одной только три пальчика рабочие, у неё так зеркало, она проснулась, и она вот так, тик-тик-тик, так вот красится. Они мне сказали, так, всё, давай, одевайся, едем на рынок одеваться. Ты представляете, мне уже там почти 30 лет, и у меня за спиной Институт культуры, это ещё никто не поверит. Вот это не то, что такая деградация, просто вот я решила, что мне это не надо. Я приехала на рынок, я стала открывать портомонет, у меня вот так руки затряслись. А они мне сказали, сейчас за 42 дня мы тебе дадим совершенно другую жизнь. Сейчас у неё напряжённый график работы, фестивали, огород, уборка и несколько предложений выйти замуж. Не торопится, признаётся, наверное, слишком сильная. Привыкла быть на переднем крае, в центре событий. В общем, такую не каждый муж выдержит, как не выдержал её славу. Всё было, у меня были обиды и ненависти, и всё. А с годами, видимо, всё это проходит, потому что меня кругом вот один позитив вот это всё окружает. Я не держу на него обиды, я не знаю, может быть, какая-то влюблённость была. Это не был для меня чужой человек, и сейчас он для меня не чужой человек. И когда я ещё ему говорю, когда тебе будет тяжело и плохо, я буду рядом, я помогу. Я помогу и, может, и его жене, и дочке как бы. Поморцева от слова «поморы» – мореходы с севера, которые издревле занимались рыбной ловлей. Не знали крепостного права и всегда оставались свободными. Может, поэтому от корней она любит водную стихию, где нет условностей и ограничений. Света не устает повторять. Коляска – это просто средство передвижения. Сейчас она планирует организовать ещё один рыболовный фестиваль для детей-инвалидов. И в очередной раз доказывает тем, кто не верит. Я смогла стать счастливей, значит, и другие смогут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!